Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мама не закон, я закон Первая экранизация футуристического комикса с Сильвестром Сталлоне в главной роли 17 лет назад с треском провалилась в прокате. Жуткий и предельно кровавый Судья Дредд образца 2012 года возвращается к угрюмой брутальности, которой так не хватало версии 1995 года. К съемкам приступили еще в 2008, причем, по словам продюсера проекта Эндрю Макдоналда, новый Судья Дредд не будет снимать шлем, он будет бить людей, и это будет впечатляюще. Наверное, именно из-за крайней реалистичности проекта Американская Ассоциация Кинопроизводителей присвоила Судье Дредду рейтинг R, что соответствует отечественному возрастному цензу 18+. В новом фантастическом боевике Пита Трэвиса совершается перезагрузка не менее радикальная, чем у Кристофера Нолана в «Бэтмене. Начало». Здесь все по-взрослому, на радость преданным фанатам и любителям кинорезни. Неумолимый Дредд в этом фильме — гибрид Бэтмена в версии Кристиана Бэйла и человека без имени в исполнении Клинта Иствуда. Это крутой парень с сиплым голосом, не бросающий слов на ветер и чтящий букву закона превыше всего. Однако сценарист Алекс Гарланд решил, что герои без недостатков быстро наскучивают зрителю, поэтому в сюжетную линию была введена курсантка-медиум Кассандра Андерсон, роль которой исполнила Оливия Тирлби. Вместе герои вступают в противостояние с жестокой главой наркокартеля по имени Ма-Ма в исполнении Лены Хиди, которая снабжает Mega City 1 мощным наркотиком под названием Slow Mo, позволяющим переживать реальность на многократно замедленной скорости. Фильм изобилует откровенными сценами и сценами насилия, использованием наркотических препаратов и ненормативной лексикой. Лейтмотивом судьи является борьба добра и зла. Казалось бы, что тут можно еще придумать, но продюсеры нашли свою фишку. Необычные визуальные решения для демонстрации воздействия наркотика Slow Mo. Мы же выступаем против наркотиков и предлагаем посмотреть полезные для здоровья новости. Майкл Бин пробовался на главную роль, которая в итоге досталась Карлу Урбану, ранее известному по фильмам «Превосходство Борна», «Хроники Ридика» и «Саги Властелин Калет». Режиссер Пит Трэвис не был допущен к монтажу фильма из-за творческих разногласий с продюсерами. Затем он сам же опроверг эту информацию со страницы Los Angeles Times. По сюжету главные герои держат путь в персиковое дерево, самый опасный блок гетто. Название блока по-английски «Pitch 3» дано в честь ресторана в Шрусбери. Там сценарист Алекс Гарланд и создатель судьи Дреда Джон Вагнер впервые встретились, чтобы обсудить фильм. Создатели картины обещали немало интересных сюжетных поворотов и крепкий экшен. Насколько фильм получился интересным и зрелищным, спросим у тех, кто пришел на премьеру фильма в Саратове. Отличный, немного хуже, чем первая часть, но довольно-таки неплохо посмотреть его стоило. Сюжет понравился, очень спецэффекты такие поражающие, просто, ну, на самом деле, очень приятно, я не ожидал. Отличный фильм. Да, отличный фильм. Я просто смотрел как бы до этого фильм, именно вот тот старый, который со следственного столуна был, и ожидал чего-то такого интересного, и, в принципе, мои ожидания подтвердились. А у нас хэппи-энд, с вами был Александр Коновалов, до встречи в кинотеатрах. Кстати, судья Джозеф Дредд – это вымышленный персонаж, чей комикс в антологии британской научной фантастики является самым продолжительным. Он появляется там с 1977 года. И знаешь что, я давай еще один дубль. Сейчас прям, ты не нажал еще, стоп? Вот смотри, сейчас будет чуть... Короче, сейчас видишь. Казалось бы, что тут можно еще придумать, но продюсеры носли, носли, носли свою физку. Нормально? Окей. Ну, еще один дубль можно. Специально для Махса, чтобы выбирал. Мы же выступаем против наркотиков. Здесь все по-взрослому, по-взрослому. Ну, разница в том, что вначале я чуть больше улыбался, типа, а? Потом, и серьезный.